Привет! Вы на канале Оружейного Квартала Кварта. Стендовая стрельба. Помимо увлекательного времяпрепровождения, данная стрелковая дисциплина является еще и серьезным видом спорта, который входит в олимпийскую программу. И если стрелку-любителю в целом довольно просто определиться с тем, из чего стрелять на стенде, сейф открыл, что гладко и выпало, с тем и идем, то стрелку-спортсмену, который хочет не просто стрелять, но и прогрессировать в данной стрелковой дисциплине, довольно сложно подобрать себе качественный и надежный аппарат. Очень остро стоит вопрос выбора хорошего ружья для спортинга. Крайне важно в таком случае совместить в стендовом оружии точность, управляемость, баланс и ресурс. Чтобы ружье помогало стрелку развиваться и достигать хороших результатов, а деньги тратились не на ремонт оружия, не на выбор нового при достижении потолка со старым, а только лишь на патроны. В нашем ассортименте есть топовый вариант для тех, кому уже интересно, о чем мы сегодня будем говорить. Беретто ДТ-11 Спорт Компания Беретто является одним из самых крупных мировых производителей гражданского оружия. В номенклатуре компании насчитывается несколько десятков ружей и карабинов, которые с успехом продаются и используются стрелками не только в нашей стране, но и по всему миру. Давайте теперь детально разберем все особенности данного ружья и начнем с базовых характеристик. Ружье Беретто ДТ-11 Спорт. Двуствольное с вертикальным расположением стволов. Калибр 12х76. Длина ствольного блока 760 мм. Выполнено с деревянным цевьем и деревянным прикладом из ореха высокого класса. Благодаря тщательной проработке механики и эргономики ДТ-11 отличается идеальным балансом, точностью и надежностью. Ружье имеет огромный ресурс и запас прочности. Благодаря увеличенной по ширине и массивной колодке, системе запирания с дополнительной фиксацией поперечным болтом, усовершенствованной форме экстракторов и нанесением никелированного покрытия на металлические части оружия. Тем самым стрелок получает ружье, способное выдерживать колоссальные настрелы, значительно превосходящие настрелы обычных охотничьих ружей. Исходя из вышесказанного, стоит обратить внимание на вес ружья. 3,7 кг, что довольно много для обычной двустволки. Однако вес в данном случае не проблема, а решение проблемы. Проблемы стабильности при выстреле, баланса и удобства стрельбы по быстролетящим маленьким мишеням. Вес ружья вкупе с грамотной работой корпусом позволяют стрелку гарантированно поражать мишени на всех дистанциях, применимых в спортинге. Немаловажным аспектом также является правильная обработка спуска и правильная вкладка. Когда оружие вскидывается, и стрелок сопровождает летящую цель перед выстрелом, управлять и контролировать ДТ-11 намного легче и проще. ДТ-11 имеет регулируемый по высоте гребень приклада, что позволяет стрелку настроить ружье под удобную для себя вкладку. Спусковой крючок и его расположение в спусковой скобе регулируются по длине, что также позволяет стрелку настроить оружие под себя. ДТ-11 поставляется с завода уже сбалансированным, однако для тех, кто хочет еще настроить баланс данного оружия, существует возможность заказать дополнительные грузики. Еще одно преимущество этого оружия – стволы, изготовленные по технологии стилиум-про. Стволы имеют внутренний конусообразный участок длиной 480 мм, с помощью которого инженеры компании «Беретта» стремятся добиться высоких баллистических характеристик. Масса лучше распределяется по длине ствола, скачок давления пороховых газов становится менее ощутимым. Уменьшается отдача и практически полностью исчезает подброс дульной части. Это позволяет стрелку быстрее и результативнее производить второй выстрел. Например, при стрельбе дуплетов. Стволы стилиум-про за счет своего профиля уменьшают подброс оружия примерно на 15% по сравнению с другими моделями спортивных ружей. Стрелок после выстрела может удерживать оружие в направлении цели несколько дольше. Все эти факторы оказывают непосредственное влияние на результативность стрелка. У СМ-ружья съемный, что позволяет быстро заменить его в качестве поломки, иногда даже прямо на стрелковом рубеже, что является несомненным плюсом в копилочку ресурсности ружья ДТ-11. Прицельные приспособления представляют из себя широкую вентилируемую планку и оптоволоконную мушку, которую при желании стрелок может заменить на подходящую ему. Давайте теперь рассмотрим комплектацию данного ружья. Поставляется берета в фирменном пластиковом кейсе. Кейс довольно жесткий, удобен для переноски, транспортировки и хранения оружия. Комплект фирменных дульных сужений компании Берета. Их 5 штук. 2 вкрученные в стволы ружья, 3 находятся в кейсе. Небольшой флакончик масла. Специальный ключ для дульных сужений также в комплекте. В хорошем пластиковом кейсе. Также в комплект поставки входит набор инструментов и грузиков. 2 фальш-патрона для холостых тренировок. Специальный ключ для обслуживания оружия. И замечательное чтиво. Паспорт изделия, промо-материалы, наклеечка, можно наклеить ее на сейф. И фирменный патчик компании Берета. Все это вы получаете вместе с ружьем. Давайте подробнее обсудим дульные насадки, поставляемые с ружьем DT11 Sport. Как мы и говорили ранее, дульные насадки поставляются в довольно прочном фирменном пластиковом кейсе, в котором у нас расположено 3 насадки стандарта оси HP Берета. В данном случае мы имеем 0,25 цилиндр с напором. Мы имеем цилиндр, скит и 2 насадки, вкрученные в стволы ружья. Сейчас мы их достанем. Я вам их также продемонстрирую. Здесь получок, пожалуйста, и импрув модифайт, то есть 0,75. Получок с напором, улучшенный получок, называть можно по-разному. Весь спектр дульных насадок здесь представлен в комплекте. Обратите внимание на длину дульных насадок. Длинные сужения позволяют дробовому снопу плавно входить в сужение, равномерно распределяться по его длине и выходить из канала ствола ровным снопом, не нарушая осыпь и не деформируясь. Убираем кейс, он нам более не нужен, и приступим к разборке ДТ-11. Разбирается ружье, как и любое двуствольное, довольно просто. Нажимая на специальную защелку, отделяем цевье. Цевье держится на специальном крюке. Поджимаем хвостовик, переламываем ружье, отделяя ствольный блок от колодки. Давайте поближе рассмотрим колодку данного ружья. Обратите внимание на толщину металла, что свидетельствует о большом запасе прочности изделия. Также поближе рассмотрим дополнительный узел запирания с фиксацией поперечным болтом, о котором я говорил ранее. Осуществляется фиксация на специальные выступы на ствольном блоке и предотвращает от несанкционированного отпирания. Помимо этого, на колодке расположен предохранитель. Он двухпозиционный и имеет селектор для выбора очередности стрельбы из стволов, верхний либо нижний, непосредственно на самом предохранителе. Ударно-спусковой механизм, как я и говорил, съемный. Он отделяется. Спусковой крючок регулируется по расположению внутри спусковой скобы. Регулируемый гребень можно отрегулировать под себя. И резиновый затыльник. Ствольный блок покрыт специальной пленкой, которая в магазине предотвращает ружье от царапин и повреждений, чтобы после покупки вы могли удалить эту пленку и получить чистые, блестящие, прекрасные стволы. Вентилируемая планка в данном случае низкая. На спортивных версиях ДТ-11 планки бывают довольно высокие, на других спортивных версиях. В данном случае низкая широкая планка с одной мушкой с оптоволоконной вставкой. Обратите внимание на толщину патронника. Большой запас прочности также и на ствольном блоке. Цевьем мелкая-мелкая насечка позволяет удерживать ружье в любых условиях, мокрыми руками, в перчатках, сухими, не имеет значения. Хват всегда будет оптимальным. В таком виде ружье можно обслуживать, чистить, смазывать. Как вы можете догадаться, ружье обслуживается довольно просто. Чистится ствольный блок, протирается колодка. Двуствольное ружье во всей своей красе. Собирается в обратном порядке. Примыкается цевьем. И можно идти стрелять. Теперь мы возвращаем на место кейс, просто потому что он красивый, и продолжим наше общение. Следует понимать, что с высококлассным ружьем стрелок не будет автоматически добиваться хороших результатов. Но в любом случае достигать их он будет значительно быстрее. Оборудование играет важную роль, и от хорошего, качественного инструмента напрямую зависит, как будет сделана работа, а также желание продолжать заниматься любимым делом самого стрелка. Тренировки и правильная техника вкладки и работы корпусом вкупе с хорошим, качественным ружьем помогут стрелку стать эффективнее и результативнее. О важности тренировок многие забывают. Хорошее ружье – это добротный помощник стрелку в достижении поставленных целей. Тренировками вы займетесь самостоятельно, а мы рассмотрели для вас основные особенности ружья Беретто ДТ-11. Это ружье имеет оптимальный баланс, увеличенный ресурс, уменьшенную отдачу и огромный запас прочности. Также здесь применяется особая техника изготовления стволов, а некоторые вышедшие из строя детали можно быстро и безболезненно заменить. Все это делает Беретто отличным выбором для стрелка, который хочет развиваться и прогрессировать в любимом виде спорта. С этим ружьем вопрос оборудования точно будет закрыт, а дальше достижение высоких результатов напрямую зависит от ваших навыков и упорства. Поближе познакомиться с этим и другими спортивными ружьями вы можете в нашем магазине, с лицензией, конечно. Приходите в Оружейный квартал, мы всегда вам рады. До новых встреч, пока!